Хорошо бы поладить с Москвой. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News. Оно выйдет в эфир тремя частями. Первое сегодня. Впрочем, фрагменты беседы уже попали в сеть. Подробности узнаем у нашего специального корреспондента в Вашингтоне Стаса Натанзона. Стас, приветствую. Что Дональд Трамп говорил о перспективах сотрудничества с Россией? Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что США необходимо сотрудничать с Россией, прежде всего в борьбе с террористической организацией, запрещенной в России ИГИЛ. У американского президента журналист Fox News прямо спросил, смогут ли два президента Дональд Трамп и Владимир Путин поладить. И Дональд Трамп заявил, что хорошо бы, если бы получилось. Надо сказать, что это всего кусок небольшой интервью. Полная версия, как вы уже сказали, будет в эфире только вечером в воскресенье. Еще один кусок в понедельник утром. Но давайте то, что уже озвучено, послушаем. Вы уважаете Путина? Да, я его уважаю. Почему? Я уважаю многих людей. Он лидер страны. Я скажу так. Лучше поладить с Россией, чем не поладить. Если Россия поможет нам в борьбе с ИГИЛ, с исламским терроризмом во всем мире, то это будет хорошо. Смогу ли я поладить с ним лично? Понятия не имею. Надо сказать, что всю эту неделю здесь, в Белом доме и в Государственном департаменте практически не комментировали отношения России и Соединенных Штатов, несмотря на то, что Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании несколько раз делал реверансы в сторону России, говорил, что уважает российского президента и польщен хорошей оценкой, которую Владимир Путин дал Дональду Трампу. Но вот за последнюю неделю никаких комментариев не было. Это первый случай. Но между тем, в среду стало известно, что американский Минфин ослабил часть санкций в отношении российского ФСБ. Конечно, ослабление было очень и очень незначительным, можно даже сказать, вполне формальным, но многие наблюдатели назвали это таким возможным пробным шаром. Между тем, основной темой повестки дня здесь в Соединенных Штатах остается так называемый запрет на эмиграцию, который Дональд Трамп ввел, но в пятницу один из федеральных судей отменил. И вот всю минувшую ночь шли протесты и здесь, в Вашингтоне, и в Нью-Йорке, и в других крупных городах. В некоторых протесты продолжаются до сих пор. Роман. Спасибо. На прямой связи со студией из Вашингтона был наш специальный корреспондент Стас Натанзон.